Эпидемия коронавируса серьезно изменила подход к образовательному процессу по всему миру. На удаленку отправились не только сотрудники компании, но также школьники и студенты. Чтобы не прерывать обучение в России в рамках национального проекта образования, запустили целый ряд новых цифровых форматов и онлайн-платформ, которые сделали доступными образовательные материалы, а также позволили проводить телеуроки. Так, например, в Тульской области преподаватели начали активно устраивать видеозанятия и использовать виртуальные лаборатории. Некоторые педагоги перевели образовательный процесс в соцсети, поскольку они являются понятным инструментом для современной молодежи. Власти региона пообещали обеспечить детей из малоимущих семей компьютерами и планшетами. Мы сейчас готовим полный перечень и список образовательных учреждений, где технически мы должны усовершенствовать материально-техническую базу в этом направлении. Конечно же, мы на безвозмездной основе уже подготовили список, где в ближайшее время мы закупим необходимое количество гаджетов именно по той категории, где нет возможности у родителей приобрести необходимое устройство для ведения дистанционного обучения. В рамках масштабной работы по дистанционному обучению школьников и студентов региональные преподаватели начали создавать так называемые группы быстрого реагирования. Для этого используют популярные мессенджеры. В них учителя обмениваются опытом и оперативно консультируют коллег по всем возникающим вопросам.